Как ты думаешь, чего не хватает российскому джиу-джетцу? Я думаю, что не хватает именно людей, которые бы спонсировали спортсменов. Скажем так, когда я первый раз приехал бороться в Абу-Даби на чемпионат мира, я был, блин, полностью уверен, что я там до медали точно доверил. Но я вот боролся две схватки, две проиграл. Если вы хотите расти, особенно если вы там черный пояс, вам нужно ездить за границу и выступать за границей. Потому что там совершенно другая борьба. Да, у нас хватает своих технорей, своих сильных черных поясов, но, грубо говоря, они там разбросаны. Кто-то там в Дагестане, кто в Сургуте, кто еще где-нибудь. И так, чтобы все вместе встретились и готовились, это тяжело. Поэтому нужно регулярно выступать на соревнованиях, не только в Москве и в России, но ездить за границу. Так как сейчас все поездки за границу, они довольно дорогие, ну и мы как спортсмены, у нас спонсоров нет, мы за свой счет едем. Тоже Токио, тот же Абу-Даби, еще куда-то. Это все за свой счет. Если мы говорим вообще про чемпионат мира и о биджеях, ну это человеку с российским паспортом туда попасть почти нереально. Вот, поэтому, ну, не хватает именно людей, я не знаю, то есть каких-то там спортивных организаций, там фирм и так далее, которые бы спонсировали ребят и мотивировали их выступать на соревнованиях. Вот так. То есть, резюмирую, не хватает бабла? Да. Если коротко, да, не хватает бабла. Я думаю, что выступление на международной арене. Это как ничто другое дает колоссальный опыт. Ну, благо, вот у нас есть один турнир, да, на который почти все ездят. Это Абу-Даби World Pro. Там вот, по сути, там прям в каждом весе, в каждом поясе везде есть ребята из России. Но все равно, да, есть у нас же и черные пояса, которые там не в центральной России живут, да, ну, не в центральном федеральном округе, так скажем. Да, тем, кто не могут доехать до крупных соревнований. То есть, чем больше выступаем на международном уровне, тем больше учимся. То есть, в этом плане конкуренции именно не друг с другом, да, на каких-то российских турнирах. Безусловно, мы так можем расти за счет друг друга, да, но показывать себя на международном уровне, на международной арене, то есть, ну, никак не переплюнет то, что мы боремся друг с другом. Не хватает, наверное, больше отработки какой-то, потому что если сравнивать с зарубежным джиу-джитсу, там вот прям как будто четкие есть программы под каждого спортсмена. Вот, недавно к нам приезжали ребята, как раз вы снимали, забыл, как их зовут, бразилы. Вот, видно, прям вообще другой уровень. Наверное, не хватает больше тренировок многих, потому что, кого я не спрашиваю, все точно так же работают, вот, нету столько много времени, я знаю, что там тот же Тайнат Далпра, он тренируется 12 раз в неделю, но кто у нас 12 раз в неделю тренируется, вот. Поэтому, возможно, больше тренировок не хватает, наработок, вот, и определенной четкой программы. Ну, и, конечно, дисциплина, потому что вот дисциплина, я уверен, это вообще проблема каждого спортсмена. Я, ну, парочку, наверное, знаю наших топовых атлетов, которые реально вот у них стабильные тренировки, там, 5-6 раз в неделю, они более-менее правильно питаются, у них есть режим. А если все в разнобое, ну, стать чемпионом достаточно сложно, и быть постоянно на топовом уровне, ну, без дисциплины, это достаточно сложно, я считаю. Супер, Дин. Все, успехов тебе в новом визионе. Спасибо, вам большое спасибо. Вы очень крутые, делаете огромное дело, вот. Поэтому дальше пробегайте джиу-джитсу, и я уже вижу, как вы на все выше и выше уровень поднимаетесь. Круто, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok